Теория определителей И теперь наша задача построить аналогичную теорию для матриц произвольного порядка. Мы сформулируем определение определителя n-го порядка, скопировав свойства такого определителя с определителей 2-го порядка и 3-го. И дальше, исходя из этих свойств, мы выведем все остальное, и вы увидите, как на практически пустом месте, на основе только аксиом задающих свойства, вырастает целая теория очень стройная и красивая. Вот, ну, в общем, такую ситуацию, когда, в общем-то, практически из ничего получается довольно красивая конструкция. Вот, можно даже назвать там как-нибудь торжество разума или пердуха еще говорят. Вот, ну, вот мы попробуем это как раз сегодня с вами и сделать. Значит, давайте вспомним, какими свойствами обладают определители 2-го и 3-го порядка. Я напомню, что и определители 2-го порядка, и 3-го мы построили с вами, исходя из нужд теории линейных систем. Определители 2-го порядка мы с вами получили, просто решая систему двух уравнений с двумя неизвестными. Вот, определитель 3-го порядка у нас родился в процессе изучения вопроса о линейной зависимости трех столбцов. Вот, ну и потом оказалось, что он тоже хорошо работает при решении систем линейных уравнений. Вот, и давайте вот вспомним, какие основные свойства у этих определителей были. Ну, мы их назвали основными, сейчас станет понятно, почему именно их мы назвали основными. Значит, какие это свойства были? Во-первых, это свойство линейности по каждому столбцу, которое заключается в том, что можно, во-первых, выносить числовой множитель за знак определителя. Если есть у какого-то столбца общий множитель, то его можно вынести за знак определителя. И если элементы какого-нибудь столбца представлены как суммы двух слагаемых, то определитель тоже раскладывается на два определителя. Второе свойство – это свойство кососимметричности, которое заключается в том, что при перестановке столбцов определитель меняет знак на противоположный. Ну, и, наконец, третье свойство – это свойство нормировки, которое заключается в том, что определитель единичной матрицы равен единице. Вот эти свойства мы и положим в основу определения определителя n-го порядка. Значит, итак, начинаем мы с того, что берем матрицу размером n на n. Так, вот она, эта матрица. И мы в основном будем эту матрицу рассматривать как объект, состоящий из столбцов, не из отдельных элементов, количество которых n квадрат, как вы понимаете, а из отдельных столбцов, количество которых равно n. Но каждый из них, в свою очередь, состоит из n элементов. Значит, столбцы этой матрицы мы с вами, естественно, обозначим а1, а2 и так далее, аn. Ну, и в соответствии с нашей договоренностью, я блочную матрицу обозначаю двойными черточками. Значит, для того, чтобы подчеркнуть, что внутри стоят не числа, а более сложные образования. Так, значит, эта матрица у нас предполагается квадратной, размером n на n, и элементы ее предполагаются вещественными числами. Это совершенно необязательно. Элементами могут быть и рациональные числа, и комплексные, могут быть функциями элементы этой матрицы, но мы сейчас пока ограничимся вещественными числами. Так, определение формулируется таким образом. Определитель это функция, которая называется, которая обозначается вот так, дед. Дальше, двоеточие. Дальше мы должны указать, что является областью определения этой функции, что является множеством значений. Областью определения является множество всех квадратных матриц с вещественными элементами размером n на n. Множеством значений является множество вещественных чисел. Каждой матрице размером n на n ставится в соответствие число, которое называется определителем этой матрицы. Ну, еще вот такое вот обозначение использует значок модуля. Значит, итак, с самого начала еще раз. Определитель это функция, обозначаемая символом дед, у которой областью определения является множество квадратных матриц размером n на n. Областью значений является множество вещественных чисел. То есть, другими словами, эта функция каждой квадратной матрицы ставит в соответствие некоторое вещественное число. И эта функция должна обладать следующими свойствами. Значит, пишем обладающее следующими свойствами. Первое свойство полилинейность. полилинейность. То есть, ну, что такое линейность, более-менее понятно. Поли, значит, линейность по каждому столбцу. В скобках можно написать линейность по любому столбцу. мы это свойство линейности запишем таким образом. Определитель матрицы, у которой вместо первого столбца А1 стоит линейная комбинация вот я остановлюсь на мгновение и вы должны увидеть линейную комбинацию. Значит, вот здесь написан первый столбец некой матрицы и этот столбец устроен так. Он есть линейная комбинация двух столбцов А1 со штрихом и А1 с двумя штрихами. А коэффициентами этой линейной комбинации являются числа альфа штрих альфа два штриха. Второй столбец А2 и так далее. Последний столбец АН. Так вот, определитель такой матрицы равен альфа 1 умножить на определитель матрицы у которой в качестве первого столбца выступает А1 со штрихом. Ну а второй определитель будет в качестве первого столбца содержать столбец А1 с двумя штрихами. Здесь вот я неправильно написал не альфа 1 коэффициент, а альфа штрих, как вы понимаете. Так, во втором слагаемом альфа два штриха определитель А1 два штриха А2 и так далее. АН. Значит, вот мы записали с вами свойства линейности по первому столбцу. Если первый столбец в матрице представляет собой линейную комбинацию каких-то других двух столбцов, то определитель такой матрицы можно разбить на два определителя согласно вот такой вот формуле. Это свойства линейности. Второе свойство называется кососимметричность. И заключается это свойство в том, что определитель меняет знак при перестановке двух соседних столбцов. в определении мы потребуем только смену знака при перестановке соседних столбцов. А вот то, что определитель меняет знак при перестановке двух любых столбцов, а не только соседних, это у нас уже будет теорема, которую мы с вами скоро докажем. значит, итак, кососимметричность. определитель матрицы А1 и так далее, АК, АК плюс 1 и так далее, АН, значит, я здесь, где-то там внутри матрицы рассмотрел два соседних столбца с номером К и с номером К плюс 1. Так вот, если переставить их местами, то определитель сменит знак. Так, вот, пожалуйста, я их переставил местами и поставил минус. Третье свойство называется свойство нормировки. заключается это свойство в том, что определитель единичной матрицы равен единице. Все, определение готово. Значит, итак, определителем называется функция квадратной матрицы, которая обладает тремя свойствами. Первое свойство полилинейность, то есть линейность по каждому столбцу, второе свойство кососимметричность, смена знака при перестановке двух соседних столбцов и нормировка определителя единичной матрицы равен единице. Теперь вот из этих вот, значит, ну, сразу возникает вопрос, существует ли такая функция, может, ее и вообще нет. А если есть, то как она выражается? Ну, на самом деле, то, что она есть, мы понимаем, потому что определитель второго порядка и определитель третьего порядка в наличии уже есть. И мы знаем, как они устроены, как их вычислять, знаем, что они этими свойствами обладают, то есть, по крайней мере, для n равного двум и n равного трём, у нас все свойства выполнены, и объекты такие имеются. вопрос заключается в том, как убедиться в существовании аналогичного объекта для произвольного n и как научиться его вычислять. Ну, и самое главное, как пользоваться потом. Зачем все это нужно? Для определителей второго и третьего порядка, я еще раз напомню, у нас были явные формулы, по которым их можно было вычислять. Сейчас у нас никаких формул нет. Кроме этого, определений вообще ничего. Но уже даже из этого определения мы можем с вами некоторые следствия получить. Сейчас мы докажем первую нашу теорему про определители. Это так называемые производные свойства. То есть те свойства, которые можно вывести из этих трех основных. Теорема производных свойства определителей. Первое свойство такое. Определитель меняет знак при перестановке любых двух столбцов, а не только соседних. В определении мы потребовали только смены знака при перестановке соседних столбцов. Почему? Потому что так легче будет потом доказывать другие теоремы. то есть в других теоремах, которые будут касаться свойств определителя, нам удобнее будет проверять смену знака именно для соседних столбцов. Поэтому мы в определении требуем поменьше. Так, значит, первое свойство. Определитель меняет знак при перестановки двух любых столбцов. Так, давайте напишем это свойство. Я его так напишу. Значит, мне не хочется писать три буквы дэд, поэтому я буду определитель обозначать вот так вот. Вертикальные палочки, а внутри столбцы. Вот, ну, я думаю, что все понятно, что написано. Значит, вертикальные палочки, как мы договорились, обозначают определитель, а внутри перечислены столбцы матрицы, для которой он вычисляется. Так, ну и вот я намерен переставить столбцы АЖ и АК. Вот, если это сделать, то появляется минус. Второе свойство. Определитель с двумя одинаковыми столбцами равен нулю. Вот, два одинаковых столбца обнаруживаются внутри. В этом случае мы сразу делаем вывод о том, что определитель равен нулю. Третье свойство. Третье свойство, которое у нас для определителей третьего порядка активно использовалось при вычислениях. Состоит в том, что определитель не изменится, если к любому столбцу прибавить линейную комбинацию других столбцов. Вот, давайте это свойство запишем для первого столбца. Значит, я возьму определитель со столбцами А1, побольше давайте я столбцов напишу. А1, А2 и так далее, АН. Так вот, утверждается, что определитель не изменится, если к первому столбцу, например, прибавить все остальные столбцы умноженные на произвольные числа. Так, ну вот у меня в строку не уместилось, но ничего страшного. Значит, здесь написан просто какой-то определитель, а после знака равенства написан другой определитель, у которого первый столбец получился из бывшего первого столбца добавлением всех других столбцов, помноженных на произвольный коэффициент. То есть добавление к любому столбцу линейной комбинации остальных столбцов не изменяет значение определителя. Так, давайте доказывать эти три утверждения. Первое самое трудное. Значит, первое утверждение мы докажем методом математической индукции, а в качестве вот того параметра, по которому проводится индукция, мы возьмем количество столбцов, стоящих между теми, которые мы намерены переставить. Значит, итак, смотрите, я беру опять же определитель, вот как, какой был, А1 АЖ АК АН. Значит, смотрите, что я сделаю. После столбца АЖ какой идет? АЖ плюс первый, молодцы. Перед столбцом АК какой стоит? АК минус первый, я его тоже сюда спешу. так, и вот теперь вот эти вот столбцы с Ж плюс первого по К минус первый. Количество этих столбцов я обозначу М. И вот индукция будет производиться вот по этому самому М. так. База индукции. В качестве базы индукции мы берем утверждение при каком значении М, как вы думаете? Ноль, когда между переставляемыми столбцами нет ничего. Справедлива база индукции? Да, в силу определения. По определению, если переставлять соседние столбцы, знак меняется. Значит, при М равном нулю получаем просто определение. Так, дальше мы предполагаем, что наше утверждение верно, если, верно при каком-то М. То есть, если переставляемых столбцов М штук, то давайте М минус одна штука возьмем. Пусть наше утверждение справедливо при некотором М минус один. Выполняем шаг индукции. Пусть у нас все выполняется при М минус один, и нужно доказать, что выполняться будет также при М. Значит, смотрите, как мы это сделаем сейчас. Я вот отсюда продолжу равенство, мне просто не хочется переписывать еще раз вот этот вот определитель. Так, смотрите, что я сделаю. Вот в этом вот определителе, который написан, я переставлю местами столбцы Ажитый и Ажи плюс первый. Это соседние столбцы. Поэтому при перестановке знак изменится на противоположный, и результат получится такой. Минус А1, Ажи плюс один, дальше Ажи, дальше еще куча всего стоит, дальше АК минус 1, дальше АК, дальше АН. Теперь вопрос. Вот этих столбцов сколько? Их М минус одна штука, потому что я Ажи переставил на одно место правее. Значит, вот тут будет М минус одна штука столбцов. Мы предположили, что наша свойство должно выполняться при количестве столбцов М минус один. Поэтому я могу переставить столбец Ажи плюс первый и Ак между ними М минус одна штука, и при этом еще раз сменится знак. Значит, переставляю вот это вот с этим. Минус меняется на плюс, и определитель будет такой. А один, здесь АК, потом Ажи, потом АК минус один, потом А Жи плюс один. Не, не так. Мне же надо, я не то переставил, сейчас поправимся. Мне же надо сделать так, чтобы у меня переставились в конце концов Жи и К Я же их переставлять хочу. А у меня же плюс первый уехал почему-то. Ну можем, да, лишнее это не хочется делать. Ладно, ладно, не будем мучиться, давайте как написали, так и будем делать. Так, дальше что мы можем сделать? Извините, да, а у нас разве не где? Мы же их просто местами переставили. Значит, смотрите, я переставил местами вот этот и вот этот. Так? Вот, вот, вот она, вот она где ошибка, да, молодцы, что заметили. Так. вот, да, значит, здесь я сделал все правильно, m-1 штука будет вот здесь, так, и переставлять я буду не жи плюс первый и катый, а жи и катый. Вот, все, все, теперь все как надо. Значит, теперь после того, как мы вот эту вот выполним перестановку, которая и показана, знак будет плюс, дальше будет а1, дальше будет а жи плюс 1, дальше будет а к, дальше еще много столбцов а к минус 1, дальше а жи и а н в конце. так, и теперь что нужно сделать? Теперь нужно переставить местами вот эти соседние и при этом еще раз сменится знак. В результате получается минус а1 и так далее а к а жи плюс 1 а к минус 1 а ж а n все вот все получилось как надо то есть по сравнению вот с этим определителем у нас только катый и житый поменялись местами все которые стоят между ними они свое местоположение сохранили вот ну в общем идея простая сначала переставить соседние потом переставлять нужно будет уже столбцы расположенные ближе друг к другу согласно предположению индукции это сделать можно и потом опять переставить соседние так это самое трудное утверждение было все остальные доказываются буквально в одну строку второе утверждение о том что равен нулю определитель с двумя одинаковыми столбцами доказывается так давайте переставим местами эти два одинаковых столбца тогда у нас определитель должен сменить знак согласно предыдущему свойству но с другой стороны переставляли одинаковые столбцы значит он не изменится то есть получается что такой определитель должен быть равен сам себе с противоположным знаком единственное число которое обладает тем свойством что x равно минус x это ноль поэтому этот определитель равен нулю третье свойство тоже доказывается очень легко берем определитель а1 плюс альфа а2 плюс и так далее плюс бета ам это первый столбец а вторые вторые и дальнейшие столбцы это а2 и так далее ам пользуемся свойством линейности у нас вместо первого столбца стоит линейная комбинация то есть наш определитель рассыпается вот в такую сумму первое слагаемое определитель а1 а2 ам второе слагаемое альфа выношу за знак определителя внутри остается а2 а2 и так далее ам последнее слагаемое будет такое бета вытаскивается за знак определителя внутри определителя стоят ам а2 и так далее ам и здесь мы понимаем что все слагаемое начиная со второго равны нулю потому что они представляют собой определители содержащие два одинаковых столбца здесь это а2 а2 а в последнем это ам и ам так вот мы эти свойства доказали следующее что мы с вами сделаем мы с вами получим формулы крамера для решения систем размером n на l значит обратите внимание какой здесь получается забавные ситуации мы еще не знаем как считать определитель но уже сейчас обнаружим что их можно использовать для решения систем квадратных уровней для решения квадратных систем то есть что это такое мы не знаем как его вычислять мы не знаем но как пользоваться уже есть какие-то соображения значит итак формулы крамера просматриваем квадратную систему а x равно b матрица а квадратная размер n на n x это столбец n на единицу b это столбец n на единицу вот и я эту систему перепишу в полуматричном виде я напомню что это такое это запись такого вот вида a1 x1 плюс a2 x2 и так далее a n xn равно b значит здесь a1 a2 a n это столбцы нашей матрицы а x1 x2 xn это компоненты из которых состоит столбец xx вот дальше мы с вами рассуждаем так допустим что у этой системы есть решение допустим что есть так допустим что существует решение которое состоит из чисел x1 x2 и так далее xn ну то есть вот такой столбец смотрите я чтобы не занимать место по вертикали я написал эти числа в строчку а потом значок транспонирования поставил то есть это не строчка на самом деле а столбец так тогда смотрите что мы можем сделать рассмотрим вот такой вот определитель определитель у которого на месте первого столбца стоит столбец свободных членов то есть b а дальше по очереди стоят все столбцы нашей матрицы а этот определитель можно записать так ну раз мы предположили что решение существует это означает что выполняется вот это равенство то есть b вот чему равен видите вставляем сюда вместо b вот эту линейную комбинацию а1 x1 плюс а2 x2 плюс an xn это первый столбец он такой длинный получился дальше а2 дальше an дальше пользуемся свойством линейности мы видим что на месте первого столбца в нашей матрице стоит вот такая вот длиннющая линейная комбинация значит наш определитель разложится в сумму нескольких определителей у первого из которых на месте первого столбца будет вот это стоять а1 x1 на месте второго столбца будет стоять а2 x2 и так далее при этом x1 x2 это числовые множители и их за знак определителя можно вытаскивать делаем первый определитель получается такой x1 внутри стоит а1 а2 и так далее а1 второе слагаемое x2 внутри стоит а2 а2 и так далее а1 плюс последнее слагаемое xn внутри стоит а1 а2 и так далее а1 немножко не уместилось но понятно что написано значит в последнем определителе столбцы а1 а2 и так далее а1 дальше все вы видите что кроме первого определителя все остальные нулевые у них одинаковые столбцы значит вот этот равен нулю вот этот равен нулю и мы делаем вывод что если определитель матрицы а отличен от нуля то есть вот этот вот определитель отличен от нуля то x1 будет равен отношению вот этого определителя к определителю матрицы а так вот вам первая формула крамера значит мы с вами выяснили что первые компоненты решения то есть x1 это есть отношение вот таких вот двух определителей в знаменателе стоит определитель матрицы а ну который естественно должен быть отличен от нуля а в числителе стоит определитель который получается если в матрице а первый столбец заменить на свободные члены системы так ну как получить формулу для x2 понятно нужно рассмотреть определителю которого b стоит не на первом месте а на втором ну и таким образом вы получите формулу для каждой компоненты решения еще раз подчеркну что эти формулы крамера мы с вами получили вывели в предположении что решение существует то есть сама формула крамера не доказывает существование решения она найдена в предположении что решение существует а вот как узнать существует оно или нет это мы сейчас пока не можем это мы сможем сделать после того как некоторые дополнительные свойства обратных матриц изучим а пока мы с вами можем только сказать что формула крамера получены в предположении что решение существует это раз и второе предположение что определитель основной матрицы должен быть отличен от нуля. В дальнейшем мы увидим, что на самом деле это не два разных требования, а одно требование. То есть решение как раз и будет существовать тогда, когда определитель отличен от нуля. Дальше. Кроме того, формулы Крамера доказывают единственность решения, если выполнено вот это условие, если определитель не равен нулю. Каким образом они доказывают единственность? Вот каким. Ну, предположим, что существует другое решение, которое состоит из чисел y1, y2, ym. Но тогда выполняется вот такое же равенство, но только с буквами y вместо буквы x. Проделаем ровно то же самое, все-все-все-все проделаем, и получим, что для y1 будет та же самая формула. Все. То есть когда есть явная формула, явная формула уже всегда доказывает единственность. Вот именно на основании таких соображений. Так, что нужно дальше? Значит, дальше для того, чтобы можно было продолжать изучать определители, нам потребуется понятие перестановки. Так что мы на некоторое время отвлекаемся от матриц и позанимаемся вот такими вот вещами, которые называются перестановками. Определение такое. Пусть имеется множество n большое, состоящее из натуральных чисел 1, 2 и так далее, n маленькое. Значит, мы рассмотрим вот такое вот числовое множество, состоящее из первых n натуральных чисел. перестановка это функция. Называть перестановки мы будем греческими буквами из середины алфавита. Там всякие сигмы, тау. Что там посередине алфавита стоит? И дальше, как мы пишем, мы должны поставить двоеточие и указать, что является областью определения этой функции, что является множеством значений. Значит, областью определения функции сигма будет наше вот это множество n, вот это. А множеством значений будет оно же. То есть эта функция отображает множество n в себя, и на нее накладывается требование, чтобы она была взаимно однозначной. Значит, итак, перестановка это просто взаимно однозначная функция, отображающая в себя вот это вот множество. То есть, которое каждому числу из этого множества ставит в соответствие какое-то другое число из этого же самого множества, но только взаимно однозначно ставит. То есть, каждому натуральному числу из множества n ставится в соответствие ровно одно число из этого же самого множества, и наоборот, каждое число получается ровно из одного. Так, теперь вот такой вопрос. Взаимно однозначные как пишется? Вместе, отдельно или через дефис? Раздельно. Вот, значит, это домашнее задание. Выяснить, как пишется взаимно однозначно. Хотя на самом деле пишется, конечно, раздельно. Потому что дефис в том случае нужно ставить, если это как бы две дополняющие друг друга характеристики. Например, желто-зеленый. Вот, или примеры сами придумайте. Так, значит, теперь смотрите, как перестановки записывать. Значит, перестановим... Так, давайте примеры приведем. Хотя нет, прежде чем примеры привести, лучше сначала обсудить, как записывать. Значит, давайте вспомним, какие вы знаете способы задания и функции. Это из школы вы должны помнить. Словесный, да. Дальше, значит, таблица, аналитическое выражение, то есть формула, график. Так, значит, здесь какой бы вы выбрали способ для перестановок? Значит, вот на самом деле здесь удобнее всего пользоваться таблицей по очень простой причине. Область определения очень коротенькая. То есть если мы просто для каждого n аргумента укажем соответствующее сигма от n значение, то мы как раз и получим таблицу. И это самый удобный способ. Ну вот смотрите, как мы это будем записывать. Например, давайте так и напишем. Пример. Пример, в котором n равно, например, 4. Так, значит, в этом случае у нас множество n большое состоит из чисел 1, 2, 3, 4. Вот. Ну и давайте рассмотрим вот такую вот табличку. В первой строчке написаны аргументы, а во второй строчке написаны значения. То есть, глядя на эту табличку, мы делаем такой вывод. Сигма от единицы это 4. Вот. Сигма от 2 это 3. Вот оно. Сигма от 3 это 2. Сигма от 4 это единица. Вопрос. Если я в этой табличке поменяю местами столбцы. Ну, напишу вот так, например. 1, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 1. То есть, я переставил местами второй и третий столбцы этой таблицы. Получилась у нас при этом другая перестановка. Перестановка осталась той же самой. То есть, правило, по которому из верхнего числа получается нижнее, осталось тем же самым. И вот оно, это правило. То есть, перестановку можно записать не одним способом. Много разных способов существует. Они отличаются тем, что в этой таблице мы можем по-разному упорядочивать столбцы. Но, естественно, принято писать так, чтобы верхняя строчка была бы в натуральном порядке. То есть, в том порядке, в котором эти числа идут в натуральном ряде. Так, вопрос. Вот такая табличка изображает перестановку. Это, конечно, отображение из множества n в множество n, но оно не является взаимно однозначным. Потому что единица получается из двух разных аргументов. Значит, вот это вот не перестановка. Дальше. Значит, множество всех перестановок из n элементов. Что обозначает это словосочетание перестановка из n элементов? Это такая перестановка, у которой табличка состоит из n столбцов. Так можно сказать. Или это перестановка, у которой область определения содержит n чисел. Значит, множество всех перестановок из n элементов мы обозначим вот так вот. s со значком n. Вопрос. Чему равна вот эта величина? Здесь у нас опять вертикальные палочки. Но только сейчас они, конечно, не определитель обозначают. Потому что внутри не матрица стоит. Как вы думаете, что в этом случае обозначают вертикальные палочки? Внутри стоит множество. В этом случае вертикальные палочки обозначают количество элементов. В этом множестве ну или по-другому это называется мощность множества. Значит, смотрите, вот эти вертикальные палочки в математике имеют много разных смыслов. Модуль вещественного числа раз, модуль комплексного числа два, длина отрезка три, определитель матрицы четыре, мощность множества пять, и еще и другие есть. Значит, итак, вот это вот обозначение для количества элементов множества. как вы думаете, чему равно количество элементов в множестве Sn? То есть, другими словами, сколько существует разных перестановок состоящих из n элементов? Значит, это число n факториал, которое по определению равно вот чему 1 умножить на 2 умножить на 3 и так далее умножить на n. Как в этом убедиться? Как это доказать? То, что количество всех перестановок из n элементов равно n факториал. Смотрите как. Давайте попробуем сконструировать такую табличку. Значит, давайте попробуем сконструировать перестановку. Для этого мы должны каждому значению аргумента, то есть, каждому натуральному числу от 1 до n поставить в соответствии какое-то другое число из этого же самого множества. Давайте попробуем, как вообще это можно делать и сколько вариантов таких построений есть. Значит, мы хотим сначала задать, чему равно сигма от единицы. Сколько есть вариантов? Сколько есть вариантов, чтобы поставить сюда какое-то число от единицы до n? n вариантов. Любое число можно поставить. Дальше, когда мы будем выбирать значение сигма от двойки? здесь уже количество вариантов будет на единицу меньше, потому что одно число мы уже использовали, а по два раза использовать число нельзя, иначе взаимной однозначности не будет. Поэтому для второго элемента количество вариантов выбора будет равно n минус единица. Для следующего n минус 2 и так далее. и для последнего у нас остается один единственный вариант. Значит, я подпишу здесь n вариантов, здесь n минус 1 вариант, ну и для последнего числа остается один единственный вариант. Ну и вот в результате как раз и получается вот эта формула, но только мы ее с вами сейчас при выводе этой формулы мы эти множители в обратном порядке с вами получали. Так, значит, итак, всех перестановок существует n факториал штук. Давайте посмотрим, что у нас получается при n равном 2 и n равном 3. При n равном 2 2 факториал это единица и перестановок должно быть 2. Значит, само множество S2 будет состоять из двух перестановок. Так, вот одна, вот вторая, вот аргументы 1, вот аргументы 2, и теперь давайте посмотрим, как вторые строчки заполняются. Здесь вот так, здесь вот так. Вот эта перестановка, которая каждому числу ставит в соответствие его же, то есть на самом деле ничего не переставляет, такая перестановка называется тождественной или тривиальной или единичной. Ну, в общем, все эти слова имеют один и тот же смысл и означают, что никаких действий такая перестановка на самом деле не выполняет. Давайте посмотрим, что получится для n равного тройки. 3 факториал это 6, то есть получается, что множество S3 состоит уже из 6 перестановок. Так, сейчас будет потруднее все перечислить, но в общем-то это еще не ужасная работа. Так, я делаю 6 заготовок под наши перестановки. Так, два, три, четыре, еще две. первая перестановка будет такая, тождественная, ничего не переставляет она. Так, и теперь нужно еще пять перестановок придумать, ничего не пропустить, два раза одну не написать. Я сделаю так, в следующей перестановке я оставлю на месте единицу, а два остальных числа переставлю местами. В следующей перестановке я двойку оставлю на месте, а остальные два числа переставлю местами. В следующей перестановке я тройку оставлю на месте, а остальные два переставлю местами. А в двух следующих я здесь делаю циклическую перестановку по кругу, в одном случае в одну сторону, в другом случае в другую сторону. Значит, здесь переставляю числа 1, 2, 3 по кругу направо, то есть единица сюда, двойка сюда, тройка сюда. Ну а здесь наоборот. Вот так. Вот все возможные перестановки из трех элементов. Значит, здесь у нас две из них начинаются на единицу, вот они, две начинаются на двойку и две начинаются на тройку. Дальше мы с вами введем понятие умножения перестановок. Умножение это просто композиция. Поскольку у нас есть функции, мы можем рассматривать функцию от функции, сложную функцию. Ну вот это вот действие, взятие перестановки после действия другой перестановки, ну то есть вычислению сложной функции, называют часто умножением перестановки. Значит, определение такое. Допустим, что у нас есть две перестановки сигмы и тау. Произведением этих двух перестановок называется третья перестановка, которая вот так вот обозначается сигма тау, которая работает следующим образом. Для каждого числа х эта перестановка вычисляется как сигма от тау от х. Так, значит, смотрим внимательно вот на это обозначение, сигма умножить на тау. Как вы считаете, какой сомножитель здесь первый, а какой второй? Давайте посмотрим на правую сторону этого равенства. Сначала на число х какая перестановка действует? Сначала тау, она первая. Потом сигма, она вторая. То есть вот здесь вот при рассмотрении умножения перестановок у нас опять множители нумеруются так, как в арабском алфавите, справа налево. Вот, ну ничего поделать нельзя. Это то, что вот естественным образом вытекает из принятых нами обозначений. Давайте рассмотрим два примера. В качестве перестановки сигма возьмем вот такую перестановку. В качестве тау. Вот такие вот две возьмем перестановки. И давайте попытаемся найти их произведение. Так, значит, произведение сигма тау. Как его вычислить? Значит, нужно сначала посмотреть, что получится из единицы при действии перестановки тау. Что получится? Двойка. При действии перестановки тау из единицы получается двойка. А дальше нужно посмотреть, что получится из этой двойки, уже только что полученной. Что получится из этой двойки при действии перестановки сигма. Что получится из двойки? Тройка. То есть получилось, что из единицы вышла тройка. Дальше смотрим, что будет с двойкой происходить. Сначала под действием перестановки Тау из двойки получится единица. И после этого из этой единицы сигма сделает двойку. Значит, из двойки получилась двойка. Что получится из тройки? Единицы здесь уже можно не считать. У нас взаимно однозначные функции, поэтому осталось последнее место, заполнить его можно только одним способом. Но все равно давайте посчитаем. Значит, смотрим, во что должна превратиться тройка. Сначала вот эта тройка под действием перестановки Тау превращается в тройку, которая впоследствии под действием сигма превращается в единицу. Давайте посмотрим, чему равно произведение Тау сигма. То есть сначала работает перестановка сигма, потом Тау в обратном порядке со множителем стоят. Так, смотрим. Сначала под действием сигмы единица в двойку, после чего двойка под действием Тау в единицу. Единица перешла в единицу. Дальше смотрим, что с двойкой будет. Сначала под действием сигмы двойка в тройку, после чего тройка в тройку под действием Тау. Так, ну и наконец, понятно, что здесь должна получиться двойка, но проверим. Сначала под действием сигмы тройка в единицу, и после этого единица в двойку. Сравниваем два вот этих вот результата. Мы видим, что порядок со множителей, порядок выполнения этих перестановок влияет на результат. То есть умножение перестановок не является коммутативной операцией. Так, давайте еще один пример посмотрим. Одна перестановка. Ну вот сигму давайте возьмем той же самой, которая только что была, а вторую перестановку возьмем, давайте ее буквой РО обозначим, и она будет такая. Давайте попробуем вычислить здесь произведение. Смотрим, что получается. Сначала под действием РО единица в тройку, после этого тройка в единицу под действием сигма. Значит, один в один перешло. Смотрим, что будет с двойкой. Сначала под действием РО двойка в единицу, после этого эта единица перейдет в двойку. Значит, двойка в двойку. Ну и тройка, естественно, превратится в тройку. Смотрите, что мы получили. Произведение вот этих вот двух перестановок дает перестановку тривиальную. Тривиальную мы будем обозначать буквой эпсилон, которая напоминает о слове единица. Таким образом, мы видим, что произведение двух перестановок дает нам перестановку ничего не переставляющую. Вот такие вот две перестановки называются взаимно обратными. Ну и используется, естественно, вот такой вот символ ρ равно σ в минус первой. Ну или, соответственно, можно написать, что σ равно ρ в минус первой. Вопрос такой. Для любой ли перестановки существует обратное? Может ли существовать какая-нибудь перестановка, для которой нет обратной? Нет, не может. Обратные существуют у любой перестановки. Почему? Потому что перестановка – взаимно однозначная функция. Из каждого числа получается одно, и каждое получается ровно из одного. Теперь вопрос. А как найти обратную перестановку, если известно исходное? Нужно просто перевернуть табличку, поменять местами строчки. Ну как вы обратную функцию строите? Если у вас y равно f от x, то для того, чтобы найти, и по этой формуле y равно f от x, зная x, вы можете найти y. Как обратную функцию построить? Нужно, зная y, найти x. Ну, то есть, как бы стрелочку в другую сторону повернуть. Вот. Поэтому, смотрите, очень просто обратную перестановку строить. Нужно переставить местами строчки, то есть то, что было значением, сделать аргументом. И наоборот. Ну и дальше при желании можно упорядочить верхнюю строчку, записать ее в натуральном порядке. Дальше мы делаем с вами следующее. Мы вводим понятие четности перестановки и понятие инверсии. Значит, определение будет такое. Будем говорить, что пара чисел i и g, лежащих в множестве n. Множество n, помните, что это такое, да? Это множество 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Вот пара чисел образует инверсию в перестановке σ. Если числа i минус g и σ от i минус σ от g разного знака. Значит, мы говорим, что два числа множества n образуют инверсию в перестановке, если i минус g и σ от i минус σ от g имеют разный знак. Давайте посмотрим на перестановку. Вот такую вот. Я сейчас возьму немножечко подлиннее перестановку, чтобы в ней можно было много всего увидеть. Так, давайте вот такую вот перестановку. Возьмем. И давайте рассмотрим, значит, множество n какое у нас здесь будет. 1, 2, 3, 4, 5. Множество n состоит из натуральных чисел. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте возьмем какую-нибудь пару чисел из этого множества. Ну, например, пару 1, 2. И давайте попробуем на основании нашего определения выяснить, образует эта пара чисел инверсию или нет. Вот это i, вот это g. Разница i минус g какая? Минус 1. Мы из первого второго вычитаем. Можно из второго первого. То есть на самом деле, вы понимаете, что можно и вместо i минус g написать g минус i, но тогда здесь должно быть тоже наоборот, σg минус σi. Разницы нет, как это сделать. Давайте вычитать из первого второе. Значит, здесь у нас что получится? i минус g это 1 минус 2, это минус единица. А σi минус σg минус g. σi минус g это 5, σg минус g это 3, это 2. Разные знаки? Разные. Вот вам инверсия. То есть пара чисел 1 и 2 образуют инверсию в нашей перестановке. Как инверсию определить? Очень просто. Инверсия будет у вас всякий раз встречаться, когда для вашей пары чисел наверху они стоят в натуральном порядке, то есть сначала меньшее, потом большее. А их образы, то есть числа, стоящие во второй строке, стоят так, что сначала большее, потом меньшее. Вот смотрите, 1, 2 порядок естественный, так же, как в натуральном ряде. Меньшее идет сначала, большее потом. 5, 3 порядок нарушенный, сначала идет большее число. Давайте попробуем найти все инверсии вот в этой вот перестановке. Я буду... значит, смотрите, у нас верхний ряд упорядочен по возрастанию. Поэтому разности чисел верхнего ряда всегда будут отрицательные. Если из ранее лежащего вычитать позже, как далее лежащее число, то разности будут отрицательные, если делать наоборот, то положительные. Здесь совершенно безразлично, в каком порядке делать. Значит, нам нужно следить за парами чисел, расположенными во второй строке. Вот всякий раз, когда у нас во второй строке большее число идет раньше, чем меньшее число, у нас есть инверсия. Смотрим, 5, 3 есть инверсия? Да. 5, 2 есть инверсия? Да. 5, 4 есть инверсия? Есть. 5, 1 есть? Есть. Все? Нет, не все. 3, 2 есть инверсия? Есть. 3, 4 нет инверсии. 3, 1 есть. 2, 4 нет. 2, 1 есть. 4, 1 есть. Ну, теперь можно сосчитать, сколько их штук. А дальше мы формулируем такое определение. Если количество инверсий в перестановке четное, то перестановка называется четной. Если количество инверсий нечетное, то и перестановка называется нечетной. Значит, четность перестановки – это четность числа инверсий. Определение. Четность или знак перестановки сигма – это число, которое обозначается вот так вот, СГН от сигма. СГН – это сокращение от слова сигнум, знак. И это плюс единица, если четное число инверсий в этой перестановке. И минус единица, если число инверсий нечетное. Сразу возникает вопрос, корректно ли это определение. А вдруг можно сделать так. Запишем по-другому эту перестановку, переставим в ней столбцы там по-всякому. Получим другую запись той же самой перестановки, и получится ли так, что по одной записи она получается четной, а по другой записи она получается нечетной. Может такое быть? Почему такого не может быть? Потому что если мы в перестановке переставим два столбца, то у нас изменится знак, у нас две разности фигурируют. Разность И минус Ж, и вторая разность сигма И минус сигма от Ж. Так вот, если мы переставим местами два столбца, то у нас И с Ж поменяются. Сигма И, сигма с Ж тоже поменяются местами. То есть обе эти разности одновременно сменят знак. Поэтому если они были одного знака, они так и останутся одного знака. Если они были разных знаков, они так и останутся разных знаков. Поэтому естественно, что понятие четности или понятие знака перестановки и от способа записи перестановки не зависит. Есть удобная формула, которая позволяет знак перестановки записать при помощи формулы. Значит, смотрите. Давайте в нашем множестве n выберем какое-то двухэлементное подмножество i, g, ну то есть то, что мы делаем для установления факта инверсии. Значит, в множестве n мы берем два числа i, g, разные, и рассматриваем две вот такие разности. Значит, если эти две разности имеют один знак, инверсии нет. Если они имеют разный знак, инверсия есть. Дальше. Если я одно из этих чисел поделю на другое, они оба не нулевые, потому что, вот, видите, требование есть. Значит, делю я одно из этих чисел на другое. Получится дробь какая-то, естественно, да? Знак этой дроби будет какой? Плюс, если нет инверсии, и минус, если есть инверсия. Дальше я возьму вот такие вот пары, все-все-все, которые там могут быть. То есть, всевозможные пары чисел i и g. Для каждой такой пары вычислю вот эту вот дробь. Каждая такая дробь, знак, вернее, этой дроби, будет показывать наличие или отсутствие инверсии именно вот в этой конкретной паре. Если я перемножу все эти дроби, знак получится какой? Плюс, если количество инверсий четное, и минус, если количество инверсий нечетное. Это знак дроби. А модуль этой дроби, абсолютно ее значение, чему будет равно? Оно будет равно единице. Почему? Потому что все произведения, которые стоят в числителях, и все вот эти вот разности, которые стоят в числителях, и все разности, которые стоят в знаменателях, они будут повторять друг друга. То есть, они по дробям-то будут распределены по-разному, но обязательно любая разность, которая найдется в числителе, она же найдется и в знаменателе. Потому что вот эта разность, это разность каких-то двух чисел из множества n, и вот эта тоже разность каких-то двух чисел из множества n. Поэтому, если мы перемножим все это, я напишу вот такой вот значок, который похож по смыслу на значок суммы, но обозначает он, как вы понимаете, произведение всевозможных вот таких вот дробей, то мы как раз и получаем формулу для нахождения знака перестановки. Значит, знак перестановки – это произведение по всем возможным парам И и Ж вот таких вот дробей. И минус Ж, сигмат И минус сигмат Ж. Так, следующая формула, которая нам понадобится, или следующие теоремы, звучит так. Знак произведения двух перестановок равен произведению их знаков. Если перемножить две перестановки, то получится новая перестановка, знак которой связан со знаком исходных перестановок очень просто. То есть при перемножении двух четных получается четная, при перемножении двух нечетных получается опять четная, а если мы умножаем четную перестановку на нечетную, то получится нечетная. Как это доказывается? Ну, поскольку есть формула, то доказательство будет легким. Смотрите, как я могу сделать. Я перестановку сигма могу записать так. 1, 2 и так далее, n. Во второй строчке сигма от единицы, сигма от двойки и так далее, сигма от n. Ну, естественно, первые строчки у нас перечислены возможные значения аргумента нашей функции, а во второй строчке перечислены возможные, перечислены значения, сами значения функции. Теперь вопрос. Имею я право перепутать местами столбцы в этой записи? Конечно, имею. И я сделаю так. Я перепутаю столбцы таким образом, чтобы в первой строчке у меня числа стояли не 1, 2, n, а в перепутанном порядке. Вот так. Тау от единицы, тау от двойки и так далее, тау от n. Тогда во второй строчке что должно быть? Здесь сигма от чего? От тау от единицы, здесь сигма от тау от двойки, в последнем сигма от тау от n. Так, а дальше смотрите, что я могу сделать. Знак перестановки сигма это произведение по всем парам. Вот сюда смотрим. В числителе разность аргументов, а в знаменателе разность значений. Вот аргументы, вот значения. В числителе напишу тау от и минус тау от g. Внизу напишу сигма от тау от... Прошу прощения, немножечко не так стал делать. Меня же интересует знак произведения сигма тау. Значит, знак произведения сигма тау это произведения таких разностей. В числителе дроби и минус g, в знаменателе сигма от тау от и, минус сигма от тау от g. Значит, ну, естественно, произведение берется по всем парам, там и так далее. Это мы понимаем, что здесь должно быть. Так, что дальше? Дальше каждую такую дробь я умножу и разделю на одно и то же, а именно на тау от и минус тау от g. Значит, я и в знаменатель, и в числитель дописал одно и то же. Тау от и минус тау от g, которые сокращаются. Так, ну, а теперь, если вы внимательно посмотрите, вы увидите, что произведение первых дробей это знак перестановки тау, а произведение вторых дробей это знак перестановки сигма. Значит, вот эти вот произведения дают знак тау, а эти дают знак сигма. Ну и, собственно, наша теорема доказана. Из этой теоремы выводится следствие очень легкое. Знак обратной перестановки совпадает со знаком исходной. Почему? Потому что, если мы исходную какую-то перестановку умножим на обратную, мы получим тривиальную перестановку. А тривиальная перестановка четная. Почему она четная? Потому что ни инверсии 0 штук. Ни одной инверсии в ней нет. Вот, значит, получается, что знак перестановки исходной и знак перестановки обратной в произведении дают плюс единицу. Поэтому они либо обе равны, оба этих числа равны либо единице, либо минус единице. То есть совпадают друг с другом. Так, вот это вот все, что нам требуется знать о перестановках для того, чтобы дальше строить теорию определителей. Мы сейчас еще сделаем один шаг в этой теории определителей, но остальное уже продолжим через неделю. Значит, мы сейчас сделаем, на самом деле, самый важный шаг. Мы получим с вами выражение для произвольной полилинейной кососимметричной функции. Значит, я напомню, что определителем мы назвали функцию от матрицы, которая полилинейна по столбцам, кососимметрична, и еще условию нормировки. Удовлетворяет условия нормировки, пока во внимание не принимаем. Значит, наша задача сейчас установить, как устроена, если она существует, произвольная полилинейная кососимметричная функция столбцов матрицы. Значит, вопрос, как устроена при условии, если существует полилинейная кососимметричная функция столбцов. мы опять не уверены, что она существует. Но предположим, что существует. Посмотрим, как она устроена. А вот дальше, уже зная, как она может быть устроена, мы ее просто конструируем и видим, что действительно существует. Так, значит, смотрите, что мы сделаем. Я ввожу такие обозначения. А1, А2 и так далее. АН. Это столбцы нашей матрицы. Мне их сейчас один раз придется в развернутом виде написать. Значит, А1, это первый столбец матрицы, элементы которого такие. А1, 1, А2, 1 и так далее. АН1. Значит, соглашение наше вспоминаем. Нижний индекс нумерует столбец. И вот видите, у нас везде единичка внизу стоит. А верхний индекс нумерует строчку. Ну и опять все. Все как надо. Так. А2. Это будет А2, 1, А2, 2, АН2. Хватит. Двух хватит. Так, дальше я введу вот такие столбцы. Столбцы Е1, Е2 и так далее. Е1 это столбец, у которого первый элемент единица, остальные все нолики. Е2. у него на втором месте единица, остальные все нули. Е, Н, одну единственную единицу содержит на последнем месте, в последней позиции, остальные все нули. Так, значит, смотрите, вот эти вот столбцы обладают тем свойством, что они линейно независимы. Все понимаете, почему они линейно независимы? Умножьте их на альфа, бета, гамма, сложите, приравняйте нулю, и посмотрите, при каких коэффициентах это может быть равно нулю, нулевому столбцу. Только при нулевых. Значит, они линейно независимы. Это раз. И дальше любой другой столбец такого же размера, такой же высоты, через них можно выразить. Давайте, например, попробуем А1 выразить вот через эти вот столбцы. Как это будет выражаться? Первый столбец нужно взять с каким коэффициентом? Очевидно, вот с этим. Е2 с каким? Вот с этим. Е, Н вот с этим. То есть получается, что первый столбец у нас вот таким вот образом представляется. Таким образом мы можем сказать, что вот эти вот столбцы Е, Е1, Е2 и так далее, у нас образуют базис в пространстве всех N элементных столбцов. Потому что любой N элементный столбец можно через них выразить. И они линейно независимы. Так, давайте сокращенную запись вот для этой суммы введем. Это будет сумма А с нижним индексом 1. Верхний индекс и нижний индекс у буквы Е это индекс суммирования, который пробегает значение от 1 до N. Этот индекс суммирования я обозначу сейчас пока буквой K. Значит, K может принимать значение от 1 до N. А теперь давайте подумаем вот над каким вопросом. Я ведь так намерен каждый столбец раскладывать. И получится, что для первого столбца у нас индекс суммирования, ну, например, называется K. Такое же разложение для А2, там будет свой индекс суммирования. Он будет называться, ну, L, например. У третьего уже фантазия отказывает придумывать название для столбцов. Легче пронумеровать. Поэтому мы сделаем так. Мы вот этот вот индекс суммирования сам снабдим индексом. То есть в первой формуле этот индекс суммирования будет называться K1, для столбца А2 он будет называться K2 и так далее. То есть приделываем к этому индексу еще один индекс. И тогда смотрите, что мы можем с вами написать. Любой столбец матрицы А, ну, например, столбец с номером L, представляет собой сумму вот такого вот вида. Это элементы столбца с номером L, которые умножаются на вот этот вот единичный столбец, А индекс суммирования мы с вами только что договорились обозначать буквой K, который пределом номер того столбца, над которым мы работаем. В данном случае мы работаем над столбцом с номером L. Вот. Значит, вот такая вот сложная система обозначений. она такая сложная придумывается для того, чтобы она оказалась достаточной для написания всех наших формул, и чтобы эти формулы выглядели симпатично. Если какую-то другую систему обозначений придумывать, там просто в буквах запутаемся. А здесь все понятно. Раскладываем столбец номер L, индекс суммирования сам снабжен номером L. Так, ну и теперь смотрите, что мы сделаем дальше. Мы с вами каждый столбец нашего, нашей матрицы вот таким вот образом можем разложить по столбцам E. И теперь смотрите, значит, обозначим символом F от A1 и так далее АН произвольную полилинейную кососимметричную функцию от столбцов. То есть функция, которая обладает теми же самыми свойствами, которые мы с вами от определителей хотим. Пока кроме нормировки. Значит, и вот наша задача посмотреть, как такая функция может быть устроена. пишем F от A1 и так далее АН равняется F от А вот дальше начинаем вместо наших столбцов A1 и так далее вставлять вот эти линейные комбинации. Вместо A1 идет сумма по К1 от 1 до N А К1 1 Е К1 и так далее. Так для каждого столбца пишем. Для последнего столбца что будет? Сумма по КН от 1 до N А с нижним номером с нижним номером N с верхним номером КН Е КН Ничего умного пока не сделали, просто вместо каждого столбца написали для него выражение вот такого типа. А вот дальше первое осмысленное действие. Смотрите, у нас на месте первого столбца стоит линейная комбинация. Воспользуемся линейностью по первому столбцу. И эта наша функция разложится в сумму какого количества слагаемых? N штук. В каждом из этих слагаемых на месте второго аргумента стоит линейная комбинация из N штук. То есть каждая из этих N слагаемых в свою очередь разложится на N слагаемых. Сколько их будет? N квадрат. И так проделаем до конца. Сколько всего слагаемых будет? N в степени N. То есть получается вот такая вот длинная сумма. Смотрите. Сумма по K1 от 1 до N. Сумма по K2 от 1 до N. и так и так далее. Сумма по K1 от 1 до N. Поскольку функция полилинейная, то коэффициенты A можно выносить. Получится число A1 с верхним индексом K1 A2 K2 и так далее. Последнее будет A с верхним Kn нижним N и умножить на значение функции F от столбцов E K1 и так далее E Kn. Слагаемых в этой сумме как мы уже сказали N в степени N штук. Но не все из них полезны. Смотрите вот это что такое? Это значение нашей полилинейной коссимметричной функции на столбцах единичной матрицы. Это же столбцы единичной матрицы. Какие? Ну вот какие-то здесь стоят. Смотрите если там среди этих столбцов есть одинаковые чему будет равно значение функции? Нулю. Коссимметричные с двумя одинаковыми аргументами должна быть равна нулю. Поэтому среди вот этих столбцов исчезают все столбцы среди вот этих чисел F от E исчезают все у которых среди аргументов есть одинаковые. Остаются только те у которых все аргументы разные. Но если все аргументы разные мы можем считать что вот этот вот набор столбцов получен из набора столбцов с номерами E1 E2 и так далее просто какой-то перестановкой. Правильно? то есть номера K1 KN это все натуральные номера но переставленные. Значит из слагаемых которых было N в степени N штук сколько выживет? Сколько останется? Останется только N факториал. А именно тех у которых все аргументы разные. Значит в результате мы с вами видим что сумма сильно уменьшается по количеству слагаемых и образуется некоторое выражение тесно связанное с перестановками. Вот с этого мы с вами в следующий раз и начнем.